В рамках рубрики «Техразбор» я не только отвечаю на ваши вопросы, мои уважаемые, но и задаю какую-то общую тему. А так как 2020 год уже наступил, то самое время поговорить о готовящихся продуктах от компании Apple. В этом видеоролике я собрал основные, ну более-менее достоверные слухи о том, что будет в ближайшее время зарелизено от яблочной компании, а уже затем мы ответим на ваши вопросы. Так что будет интересно, устраивайтесь поудобнее. Незакрытым гештальтом Apple в 2019 году стал профессиональный планшет iPad Pro, ну и метка Apple Tech, упоминание о которой было еще в первых бетах iOS 13, ну это такая штучка, которая должна крепиться к вещам и вы их можете быстро находить, к примеру, у себя в квартире. Apple почему-то пропустила вторую осеннюю презентацию и выпустила все продукты минорно, и iPad Pro мы так, к сожалению, и не увидели. Дизайн новой прошки скорее всего останется неизменным, и это нормально просто потому, что Apple относительно недавно в 2018 году его обновила, и выглядит это на данный момент еще свежо. А вот к слуху о том, что задняя панель будет выполнена из стекла, я отношусь довольно скептически. Уж больно непрактичный материал для столь большого устройства. Второе нововведение это мини-LED панель, которая будет установлена вместо IPS матрицы, кстати такое же решение ожидается и в новом MacBook Pro, который может выйти тоже в 2020 году с данной технологией. Наверное одним из самых крупных нововведений в новом iPad Pro станет блок камер, который скорее всего будет напоминать то, что на данный момент имеется в iPhone 11 Pro и Pro Max, то есть тройной модуль основной камеры. Это такой значительный скачок в плане фотографий именно на планшетах за всю историю производства iPad'ов от компании Apple, да и вообще за всю историю планшетов, планшетостроения в мире. Другое дело, зачем все это дело нужно, потому что фотография на планшетах, ну это дело далеко не первой или второй второстепенной важности, но вот например сенсор для трехмерного сканирования, либо для того, чтобы технология дополненной реальности работала еще лучше, вот в этом направлении скорее Apple и стоит двигаться. Ну как двигаться, она то сама знает, но хотелось бы видеть развитие в данных направлениях. Может быть появится 5G версия, а звонков в iOS до сих пор нет и это было бы актуально просто потому, что беспроводные гарнитуры все плотнее входят в нашу жизнь, также вместо 18 ваттной зарядки не исключено, что добавить 30 ваттную зарядку и это тоже важный параметр iPad Pro 2018 года, даже с 18 ваттной зарядкой заряжается не так быстро, как хотелось бы. Вот конкретно время зарядки я уже не помню, но в обзоре, в полноформатном обзоре я по-моему приводил эту информацию. Ну и релиз планшета по самым-самым таким вот источникам говорят, что запланирован в марте этого года, то есть совсем скоро, а весной у нас традиционно есть презентация, посвященная как минимум бюджетному планшету компании Apple. Вообще, если честно, по технической части в iPad Pro 2018 года у меня практически нет никаких претензий. Ну еще 3,5 мм аудиоджек очень бы хотелось увидеть, все-таки это профессиональное решение. А, например, профессиональные музыканты, да и вообще любые музыканты, которые мониторят звук через наушники, требуют нормального провода, без переходников. А вообще хотелось бы увидеть хороший такой упор на iPad OS 14, чтобы операционная система еще ближе, еще больше приблизила опыт использования на планшетах к профессиональным компьютерам компании Apple. Для того чтобы вопрос о том, что выбрать для учебы, работы, iPad Pro или какой-нибудь ноутбук на базе Mac OS или Windows задавался все реже и реже. Тягомотина с выходом iPhone SE второго поколения продолжается. Вот этот сериал, который все никак не может закончиться. По слухам, в марте этого года компания Apple представит новый iPhone 9, построенный на базе восьмерки, то есть это тот последний смартфон с дактилоскопическим датчиком Touch ID и без безрамочного экрана с Face ID, но уже на новом железе с чипом Apple A13 Bionic, то есть это самое топовое решение компании, а также с тремя гигабайтами оперативной памяти. 4,7 дюймовая версия этого смартфона должна быть самым бюджетным, то есть низким порогом входа в технику компании Apple в сегмент смартфонов 400 долларов за модель с 64 гигабайтным накопителем. Вроде как обещают еще модель насуда с 8 гигов и смартфоны будут представлены в трех цветах черный, белый и продукт red. То есть красный. Если пройтись по программным продуктам, то единственное, о чем заявляла сама компания Apple, стала iOS 14, упор, основной упор в который будет сделан именно на софтверную составляющую, на отлов багов и на их недопущение при разработке, о чем заявил Крек Федериги, это главный по разработке программного обеспечения компании. Так что инновации в плане дизайна особо в 14 версии ожидать не стоит и заметил, что из года в год АС четных чисел, то есть АС 10, 12, 14 более стабильные, чем их нечетные версии. Все, именно по всем этим трем продуктам есть более менее достоверные слухи. Основные девайсы вроде iPhone 12, Apple Watch Series 6 выйдут значительно позже и каких-то конкретных слухов по ним еще нет, хотя по iPhone 12 уже есть кое-что. Обещают новые диагонали дисплеев, говорят что появится 6,7 дюймовая и более компактная 5,45 дюймовая версия. Вообще трендом до 2020 года скорее всего станет технология 5G, ее мы также ожидаем в iPhone свежего поколения. И челка она скорее всего останется, будем надеяться что ее размеры станут меньше, но избавиться от нее на данный момент развития мобильных технологий можно только реализацией подэкранного сканера. Ну и не исключено, что Apple Watch Series 6 получит микро LED панели. Это такое будет стартовое устройство, на котором обкатают данную технологию. Обещают, что микро LED панели более энергоэффективные и долговечные в плане выгорания, ну точнее устойчивости к выгоранию. По слухам все, ну а теперь мы перейдем к вашим вопросам. Энтони Вэй спрашивает, Вадим, как думаешь сделать ли когда-нибудь отдельную регулировку громкости будильника? Перешел на iPhone, это одно из первых неудобств, которые остается и по сей день. Громкость телефона не изменил перед сном, утром взлетаешь. Я согласен, что есть такой недостаток в операционной системе iOS, нельзя отрегулировать отдельно громкость будильника, но появилась новая функция, ну уже не новая, она уже есть давно, называется режим сна. Перейдя на соответствующую вкладку, вы можете завести будильник, причем самое крутое, что ты сначала указываешь интервал, который ты хочешь поспать, заводишь будильник и уже есть время, когда нужно отходить ко сну. Плюс смартфон вас еще, в зависимости от того, какую настройку вы выбрали, заблаговременно предупредит, что уже необходимо готовиться ко сну. И вот благодаря этой функции воспроизведение мелодий происходит по нарастающей, так что проблему считаю решенной. Ну, по крайней мере я пользуюсь именно режимом сна. Павел Машкович говорит, что белорусы, и это уже не первый комментарий, волнуются, с чем связано повышение цен в Беларуси на iPhone в определенных магазинах. Ну, насколько я знаю, у нас в Беларуси есть монополия на импорт техники в страну, этим занимается компания Asbis, и именно она регулирует цены на девайсы. То есть, те магазины, которые являются официальными реселлерами, премиум, там не премиум, они обязаны выставлять тот ценник, который задает дистрибьютор. Ну, а вообще, в целом, я смею предположить, что любое изменение цен в наших странах скорее всего происходит из-за изменения курса рубля к доллару. Это очевидно, и та же самая корректировка происходит в России. Фарид Дашаев, расскажи, как правильно настроить функцию оптимизированная зарядка, чтобы с ночи ставить? Вообще, все, что касается зарядки гигиены, зарядки смартфона, я отношусь к этому делу спустя рукава. Я просто наслаждаюсь техникой Apple, заряжаю ее оригинальными аксессуарами, идущими с коробки, а вообще, ну, не оригинальными, потому что я это делаю по беспроводу, и я просто наслаждаюсь девайсом. Я считаю, что сильно запариваться по поводу того, как правильно заряжать аккумулятор не стоит, ввиду того, что, ну, проживет ваш смартфон на полгода дольше, но постоянно из-за этого трястись и напрягаться лучше просто ловить кайф. Женя Пыш, что ты думаешь о дизайне новых камер в смартфоне? Как бы ты делал конкретно iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, да и iPhone 11, где квадратик такой же большой, но модуля камеры на один меньше, я отношусь к этому абсолютно равнодушно. Суть в чем, каждый производитель старается сделать заднюю панель, которая видна, собственно, всем, когда вы разговариваете, либо что-то делаете на смартфоне, уникальный. И главная задача это сделать не похоже на то, что есть у других брендов. Вопрос в том, красиво это или некрасиво, мне кажется, не имеет первостепенную задачу. Главное, чтобы это было узнаваемо. Дизайн iPhone 11 Pro Max узнаваем? Узнаваем. Другие начали копировать? Начали. Apple вообще не первая компания, которая оформила модули камер в квадратный блок, по крайней мере, Mate 20, расположенный по центру, и это, наверное, самое красивое расположение блока камер, было однозначно раньше. Но узнаваемо? Да. Работает? Работает. А какая разница, что там сзади находится? Честно, я к этому уже давным-давно привык, даже когда мне еще не было устройства, ко всем этим изображениям в интернете я привык, и как-то просто все равно. А когда ты юзер смартфон, ты вообще не видишь этого блока камер. Чего туда смотреть? Очень много вопросов по Маку. Лазис Муртазаев. Я собираюсь перейти с Windows на Mac и хочу спросить, если вдруг понадобится перекинуть, например, отредактированные видео с Mac на обычный ПК, как сложно это будет? Mac OS никогда не пользовался, технику Apple люблю. Ничего сложного в этом нет, скачивается программа от стороннего разработчика Tuxera, NTFS Paragon, вне зависимости, работают они примерно по одинаковым принципам, вставляется флешка в компьютер Apple, и теперь Mac OS не только может читать NTFS формат на флешке, но и записывать на него информацию. Также вы можете отформатировать флешку в NTFS, хотя средствами Apple это сделать нельзя, ну нормально, чтобы это везде читалось, и файл трансфер с компьютеров Mac на Windows и наоборот не вызывает никаких проблем. Ну латиница очень тяжелая. Зачем для игр покупать MacBook? Его покупают для работы и творчества, и абсолютно с этим согласен. А если хочется игр, то приставку надо брать, собственно, я так и сделал, купил консоль, и сейчас полно облачных игровых сервисов, для которых даже Pentium подойдет. Вот насчет того, что подойдет Pentium, я согласен, а облачные сервисы, по крайней мере в наших странах, где нет поблизости серверов тех или иных сервисов по стримингу игр, конкретно я тестировал один, не помню, как называется второй официальный от NVIDIA, который в стадии бета-тестирования и доступен уже сколько, года два, и доступен бесплатно, о нем мне подсказали подписчики. Ну, все-таки это не настолько приятный гейминг, я даже не беру в учет мультиплеер, когда вы играете даже в одиночную кампанию. Все-таки подлагивание есть, просадки по FPS есть, задержки тоже присутствуют, независимо от того, насколько у вас быстрый интернет, опять же из-за того, что сервера находится довольно далеко. Ну, может быть, если вы живете в Америке, хотя я читал отзывы и там тоже не все так гладко, и редко играете, то тогда, может быть, эти сервисы применимы. Ну, еще и игры тоже необходимо покупать, они не сдаются в аренду на стриминговых сервисах, и поэтому, ну, решение такое, ну, очень компромиссное, подойдет скорее для тех, кто играет вот прям вообще эпизодически, например, там, в отпуске раз или два раза в год. Григорий Кузьмин, хоть убейте, не понимаю, зачем нужен моноблок от компании Apple. Речь идет о стоимости. Стандартная рабочая станция в десятки тысяч раз дешевле и производительнее. Функциональность та же, даже ось Windows побогаче. iMac такая же история. Покупать экран, ну и, в общем, по тексту понятно, что идет речь о том, что моноблоки – это не очень выгодная покупка по сравнению со стационарными Windows-машинами. С одной стороны, я с вами абсолютно согласен, iMac невозможно апгрейднуть в домашних условиях, да и в условиях сервиса не очень-то он и поддается апгрейду, многие компоненты распаяны на материнской плате, но могу сказать, что у людей, которые покупают технику Apple, по крайней мере компьютеры, они ее выбирают именно ради Mac OS, так что загонять по достоинству Windows они определенно есть, это хорошая операционная система для разного рода задач. Во-первых, выбирает Mac OS, а если вы выбираете Mac OS, то самые производительные машины – это как раз-таки iMac, и выбора особо-то и нет. Лучше iMac, а только iMac Pro, то есть производительнее, либо рабочие станции Mac Pro, но ценник на них вы, собственно, видели. С другой стороны, iMac тоже имеет какие-то свои преимущества, это стильный дизайн, это хорошая матрица, очень хорошая, а купить такую же матрицу, как в iMac Pro с 5K разрешением будет стоить около 1400 долларов, это мониторы от LG UltraFine, и тут уже, знаете, вопрос цены стоит двояко. Но вообще, да, я согласен, выбора особо-то нет, если бы можно было купить дешёвый стационарник от компании Apple, именно модульный, но не такой дорогой, как Mac Pro, я бы, наверное, так и сделал. Хотя, опять же, вопрос цены. Да и вообще, только относительно недавно, то есть это 2018-19 год, когда компания Apple начала пускать MacBook'и настолько высокопроизводительные, которые действительно могут тягаться с настольным iMac'ом. Ну, понятное дело, что всё равно iMac будет выдавать более высокие результаты по этой части, но всё равно новые MacBook'и – это очень хорошая и сбалансированная покупка. Анатолий задаёт очень большой вопрос, но отвечу на самый главный подпункт этого вопроса. Хватает ли мне Mac OS и вообще яблочной экосистемы? Или вообще появляются моменты, когда необходимо Windows? Bootcamp – не вариант. Я не являюсь садомазохистом для того, чтобы сидеть на платформе, которая меня не устраивает. Тем более, за такие большие деньги. Начнём с того, что экосистема у Apple вообще-то есть, в отличие от Windows девайсов, на которых можно всё это дело настроить определённо, но это такой большой спектр компромиссов, которые в свою же очередь просто в других нюансах есть и у Apple. Вопрос, с которыми из них вы будете мириться. Так что, так как на Mac OS есть весь спектр тех программ, которые мне нужны, то да, я просто кайфую от её использования. Конечно же, хочется развиваться и больше погружаться в Windows тематику, но на данный момент нет финансовой возможности, потому что содержать большое количество, в том числе и Windows машин, ну это, сами понимаете, не дешёвое удовольствие. Да, и по поводу того, что Apple ставит железо на ноутбуке не совсем топовое, это уже большой вопрос, особенно после недавно вышедшего обзора MacBook Pro 16 дюймов 2019 года. Вот как раз таки там железо очень неплохое, и тянет оно и софт, и даже игры, которых на Mac OS особо-то и нет. Нужно ставить тот же буткэмп, о котором вы говорили. У меня вопрос по поводу MacBook Air 2018 года. Стоит ли брать данное устройство для монтажа видео, хорошо ли справляется Final Cut и с другими требовательными программами. Я как бывший владелец MacBook Air 2013 года, если не ошибаюсь, это моя первая машина, могу сказать, что Air годится для обычных потребляцких задач, то есть это какое-то печатание текста, серфинг в сети, за счёт того, что он даёт длительное время автономной работы. Вот журналисты на аутсорс работы с MacBook Air и где-то постоянно ездить, вот это просто супер. Для всех остальных задач есть MacBook Pro. Вообще, любой компьютер Apple тянет Final Cut. Вопрос в том, насколько вы умеете в нём работать. Будете ли вы запариваться с созданием прокси, будете ли вы снимать 4К видео и в каком немонтажном кодеке вы будете всё это дело записывать. То есть, вообще Final Cut даже на древний MacBook Air запустится. Опять же, вопрос в том, насколько долго вы готовы ждать тот же рендер, какие компромиссные решения вы получите по скорости и производительности в этих машинах. Вообще, любая работа с ноутбуками компании Apple это всегда MacBook Pro. Это зачастую MacBook Pro. Но все варианты частные. Фуля, планируешь ли ты когда-нибудь отказаться от устройств от компании Apple и как ты относишься к Кинтошу на ПК? По поводу устройств от компании Apple я использую ту технику, те инструменты, которые в данный момент времени мне позволяют с наибольшей скоростью выполнять те задачи, которые передо мной стоят. К Кинтошу отношусь, опять же, к компромиссной мере. Он хорош для тех, у кого много свободного времени, которые готовы этим заниматься и мириться с теми нестабильными вещами, которые могут с ним возникать. Некоторые мои знакомые, которые сидели на Хакинтошах и говорили о том, что это действительно дешево, дешевле, чем покупать компьютер компании Apple сопоставимым железом, и я с ними определенно согласен. Хак действительно можно собрать в разы дешевле. Но рано или поздно они все равно переходят либо на продукцию компании Apple, то есть покупают их компьютер, либо уже просто накатывают в Windows и переходят из Final Cut'а в Premiere, либо в DaVinci. Потому что Хакинтош крут, опять же, когда есть свободное время, когда его нет и нужно выполнять работу, и она должна стабильно выполняться, вот тогда ты уже и начинаешь искать альтернативы, правильные альтернативы. Роман, iMac на максималках или iMac Pro в базе? Это вечный вопрос мучений выбора. Что в 2017 году я мучился, когда думал, что стоит брать данный iMac Pro 5K в максимальной конфигурации, ну только SSD поменьше, либо базовый iMac Pro. Что перед тем, как я читал ваш вопрос, я осмотрел характеристики топового на данный момент iMac 2018 года и, или 2019, ну в общем, актуального на странице сайта Apple и базового iMac Pro. Это очень спорный вопрос и зависит от того, опять же, в каких программах вы будете работать. Потому что Xeon и i9 это, ну это прям вообще разные процессоры для разных задач. И прирост производительности в тех или иных программах будет кардинально отличаться. Что конкретно меня, я немножечко жалею о том, что не взял iMac Pro, но в базе он на 32 гигабайта оперативной памяти, а мне нужно 64, и круто то, что там стоит SSD-шник на 1 терабайт. Все-таки 512 мне уже немножечко не хватает. Но не лишних тысяча где-то 300 долларов в тот момент, когда я покупал этот iMac, у меня не было. Тикер. Сколько оперативной памяти занимает сама macOS при включенных эффектах? Хватает ли Macbook с базами 8 гигабайтами OZU или же лучше оперативки, чем больше, тем лучше? Чем больше, тем лучше. У меня, я вот как-то во время работы Final Cut запускал какую-то утилиту, которая показывала свободное пространство, свободное количество оперативной памяти и было забито 32 гига. Вообще macOS, сколько ты ей не дай оперативки, она ее все рано или поздно сожрет. Но вообще, опять же, все зависит от тех задач, которые перед вами стоят. Если покупать компьютер Mac для того, чтобы что-то монтировать, я бы все-таки рекомендовал брать с 16 гигабайтами оперативной памяти. Ну, вопросы по MacBook закончились. Переходим к вопросам по технике. Стоит ли покупать телевизор Xiaomi за 30 000 рублей на 5-10 лет? Мои родители купили телевизор за 15 000 рублей и пользуются на протяжении 8 лет. Раньше вообще телевизоры покупались на 20 лет, но тогда плотность компонентов на квадратный миллиметр была в разы меньше и тогда техника была действительно надежнее. Все-таки правили еще инженеры, а не маркетологи. По поводу того, стоит ли покупать телевизор от Xiaomi, это вопрос модели. У каждого бренда есть удачные или не очень удачные модели. Обязательно посмотрите обзор Xiaomi Mi TV4S на канале. Наш обзор. И вы поймете, почему я не выбрал телевизор Xiaomi. Ну вот. Raypak. Сделайте, пожалуйста, обзор на вашу аудиокарту. У AdArrow на Thunderbolt 3 интерфейсе особо большого выбора именно на данном интерфейсе нет. А мне нужна была аудиокарта, которую всегда можно взять с собой на выезд, подключить ее к какой-нибудь MacBook, и она будет от него питаться с минимумом проводов. Здесь есть в ней два XLR входа. Интерфейс, какой там джек, ну большой джек. Для гитарный вход и для наушников. Главная задача была подключать хороший микрофон, чтобы были качественные преампы с минимальным шумом, и чтобы можно было подключить 250-омные наушники для мониторинга звука к компьютеру. Данная видеокарта справляется со всем этим делом отлично. Unison программное обеспечение замечтательное. Правда, многие плагины, базовых плагинов в целом хватает, но за дополнительные надо платить это не маленькие деньги, но и программы там качественные. Все. Большего говорить про эту аудиокарту нечего. Стоит дорого. 500 долларов на момент покупки, когда я это делал полтора года назад. Жалею ли я о том, что я купил именно эту аудиокарту? Нет. Она мне полностью нравится и устраивает. Чего-то больше сказать не могу. Один раз настроил, пользуюсь и наслаждаюсь. Все. Весь обзор. Alex Daryl. Apple вообще покупать невыгодно. Как и кокаин. Но ведь покупают. Ну, выгодность покупки кокаина это довольно странное сравнение. Кто-то кайфанул и говорит, что это топ за свои деньги. Но вообще не нужно этим заниматься. Это очень вредно. По поводу того, что невыгодна покупка техники компании Apple. Это очень спорный вопрос. Apple техника, которая обесценивается... Это техника, которая меньше всего, скорее всего, обесценивается на рынке. Я вот недавно мониторил Samsung Galaxy S10, который вышел в начале 2019 года. Так вот, сейчас новый на официальном сайте Apple, когда S20 еще не вышел, стоит уже на где-то 120 или 150 долларов дешевле у официалов, чем тогда, когда был старт продаж. Айфоны от старта продаж до старта продаж нового поколения не дешевеют. И цена на официальном сайте не меняется. Не говоря уже о том, что многие магазины на тот же Samsung делают какие-то акции. Apple такого не делает. По крайней мере официальный магазин. И ценник на нее, на технику Apple держится. Так что по поводу выгодности покупки это очень спорный вопрос. Чарт Тру, что-то там ник интересный. Почему на Mac в Apple TV качество у фильмов SD? Кто может быть в курсе? Если у вас Apple TV 4K, то нужно просто выбрать тот фильм, который поддерживает 4K HDR из-за того, что не вся медитека iTunes запилена именно в 4K разрешение. Очень многие фильмы просто залиты в HD и ничего с этим поделать нельзя, вне зависимости от того, какая у вас телеприставка и телевизор. Расскажи, пожалуйста, каким внешним хранилищем пользуешься. О, WC фирма Otter, что-то там компьютер. Thunder Bay 4 с двумя Thunderbolt 3 портами на 4 диска, объединенных HDD, ну хотя можно установить и SSD, объединенных в RAID 5 массив со скоростью 500 мегабайт на чтение и 500 мегабайт на запись. Это и безопасно, то есть, если один из дисков выйдет из строя, то вы просто докупаете, вставляете его и информация копируется, восстанавливается с трех других. Правда, происходит это очень медленно, но все зависит от вашей машины и достаточно быстрое решение для того, чтобы залить какой-то фильм, ой, фильм, залить исходники и монтировать их напрямую с винчестера. Машинка шумная, еще, конечно, зависит от тех дисков, HDD накопителей, которые вы купите для этого бокса, поэтому лежит в шкафчике под столом. Все, больше рассказывать нечего. Единственное, что, по-моему, нельзя подключить два компьютера к двум Thunderbolt 3 портам и одновременно с двух компьютеров иметь доступ к этому хранилищу. По-моему, нельзя. Второй обзор техники за один техразбор. Опять же, больше рассказывать нечего. Ну, и дорогая штука, там 300 с чем-то долларов стоит только сам бокс. Привет! Так ли важно разрешение телевизора Full HD или 4K, если большая часть людей смотрит телеканалы, которые даже на 720p не тянут? И как у тебя дома вообще используется телевизор не как монитор? По поводу того, так ли важно Full HD и 4K, разница огромная между Full HD и 4K, даже на расстоянии там в двух метрах от 43-дюймового телевизора. Я, по крайней мере, это вижу. По поводу телеканалов я не знаю. Я телевидение не смотрю. Ну, новогоднее, поздравили президента, конечно же, посмотрел. Качество там ужасное. Я согласен, 720p это просто жесть. Хотя там, по-моему, Full HD уже. Точно не скажу. Вот. А по поводу того, как я его использую не как монитор, а у меня телек подключен не только к Mac Mini, но к приставке, то есть к консоли PlayStation 4 Pro и к Apple TV. Вот так я использую, собственно. Никита хотел бы узнать, как чип, который находится в Nintendo Switch, может тянуть AAA класса игры с ПК, при том, что у него чип слабее в полтора раза, чем Snapdragon 835, не говоря уже о 855. Неужели магия оптимизации? Я заметил, что одна и та же игра работает гораздо лучше на Switch, чем на смарте с 855 снэпом. Что за парадокс? Ну, во-первых, разрешение в Nintendo Switch очень низкое, ниже, чем на смартфонах. Во-вторых, это разные игры. Одни игры оптимизируются конкретно под Nintendo Switch, а вторые игры под Android, а не под какое-то конкретное устройство. А спектр игр на Android просто огромный. Именно поэтому многие игры на iOS выдают и более стабильный фреймрейт, и более высокое качество графики. Есть же разница оптимизировать игру под 3-4 диагонали дисплея и под огромное просто количество смартфонов от большого количества производителей. Так что разрешение и оптимизация. И да, эти вещи действительно рулят. Дмитрий Лизунов. Какую посоветуешь мыши для подключения к Mac без радиомодуля? То есть, чтобы было без этой примочки, которая засовывается в USB. Bluetooth-мышек выбор просто огромный, как от родной Apple'овой маковской мышки глянцевой, к которой привыкаешь очень долго, плюешься, ненавидишь, пытаешься ее сжечь, а потом привыкаешь и ничего другого для работы, по крайней мере в монтажных системах, что по аудио, что по видеочасти уже не хочется. Так и... Ну, вообще, второй альтернативный вариант, который лично я рассматривал, это мышка от компании Logitech. M какая-то там топовая, стоит она примерно как Magic Mouse, и она действительно крутая. Вот, ну просто с Mac'ом шла эта мышка, а денег лишних у меня не было, вот к ней сейчас я привык, и уже мышка Logitech мне уже больше не нужна. Вот, хотя она действительно крутая, посмотрите на сайте. Действительно, действительно, действительно. Сколько раз сказал за это видео? Ужас просто. Бедный словарный запас. Филипп Добжанский. Добрый день, какие сервисы... Здравствуйте. Для хранения фото используешь ты, и в чем их преимущество? Спасибо. Использую родное хранилище для фотографий iCloud от компании Apple. Плачу там что-то около 3 долларов в месяц за 200 гигабайтное хранилище, потому что у меня все устройства завязаны. Удобно, когда медиатека на iPhone отображается и на Mac'е, и, допустим, на Apple TV можно что-то показать без каких-либо телодвижений. А на Android обычно использую Google Photo. Бесплатно. Халява приди. Так, и вопросы по каналу в целом. Ух, какой длинный комментарий от Павла Волкова. Так, первый вопрос касается того, как я справляюсь с огромной работой в YouTube. Со мной работает только монтажер. Не лишним было бы нанять каких-нибудь тестировщиков. У меня, во-первых, нет на это денег. Во-вторых, те люди, которые будут тестировать эти гаджеты, у них определённо будет свой собственный взгляд на всю эту тему. Я не ведущий канала. Я сам создаю обзоры на технику и передаю вам свои впечатления от использования. А если кто-то другой будет тестировать, то, соответственно, вы будете слышать его мнение. А меня лично это не устраивает. Да, конечно, какую-то долю работы хотелось бы кому-то отдать, так скажем, на аутсорс, но лишних денег у меня нет. И таких людей, которым можно было бы всё это дело доверить, а это должны быть люди, которые окружают непосредственно меня в моём же городе, таких знакомых у меня нет. И второй вопрос. Неужели правда, что все крупные каналы похожи на тебя и больше, а у меня канал очень маленький, он вообще не крупный, сейчас миллион, это даже не показатель, зарабатывают за счёт рекламы или тут не очень-то такие большие деньги предлагают? И вообще, получается ли зарабатывать со самого Ютьюба? Вообще, статьи дохода на Ютьюбе, по крайней мере, те, которые использую я, это либо, ну, это основной доход, это реклама от Google, и это очень непостоянная вещь, которая варьируется в зависимости от того, в какой области ты снимаешь, на какую технику ты делаешь обзор, и цены всегда разные. То есть, бывает такое, что там iPhone 50 тысяч просмотров набирает больше, существенно, чем Xiaomi, набравший 100 тысяч просмотров. Ну, и вторая моя статья дохода, это какой-то продукт плейсмент от брендов, и, соответственно, галочка, предупреждающая вас о том, что в видео есть реклама, всегда практически стоит. Ну, по крайней мере, если это какое-то там в середине видео реклама, то это и так понятно, что вот я рекламирую девайсы, и я этого никогда не скрываю. А если видео полностью посвящено какому-то гаджету либо сервису, галочка такая стоит, и вы всегда знаете о том, что бренд купил место на канале для того, чтобы я мог рассказать о его продукте. Это не значит о том, что я не буду говорить о его недостатках, я продаю только место. Я не из налоговой. Ну, конечно, не из налоговой. Своего налогового инспектора я знаю. Чувак только недавно узнал, что в YouTube можно зарабатывать. Владислав, этот тренд абсолютно всех техноблогеров растить бороду, я не знаю, как остальные, но когда у меня появилась возможность не бриться, я, собственно, так и сделал. Брежу сейчас раз в неделю и кайфую. Прям вообще класс. Влад Маевский. Какие каналы на автомобильную тематику ты смотришь? Как проявляется твоя автомобильная увлеченность? Раньше, прям вот, крутил машину свою, собственно, когда она у меня была. Сейчас у меня ее нет, поэтому только смотрю каналы на YouTube. Где-то смартфон какой-нибудь. Samsung Galaxy Note 10 Lite. Скоро будет обзор на канале. DSC Off. Зарубин. Зарубин. Зарубина прям вообще кайфу. Ребята действительно понимают дрифти и умеют снимать крутые фильмы. Дрифт-фильмы. Академик. Воротников. Привет, тачка. Бородатая езда. Ой, короче, тут список можно, подписок, рисовать до бесконечности. Драктаймс. В общем, каналов очень много. В основном развлекательные для того, чтобы можно было отдохнуть от мира одной техноиндустрии и немножечко погрузиться в другую техноиндустрию. Такие вот дела. Geek Every Day. Такой вопрос. Теоретически. Что будет, если YouTube отключат? Как будешь зарабатывать на жизнь? К счастью, или к сожалению, я не знаю, к сожалению о том, что я не создал канал на YouTube раньше, раньше была конкуренция меньше, я проработал на предприятии, у меня есть пятилетний стаж, который я закрыл после получения своего высшего инженерного образования, поэтому работу себе я найду. Не волнуйтесь и не беспокойтесь. Ну и ещё, конечно, бы хотелось ещё больше развиваться в плане видеомонтажа, цветокоррекции и съёмки бы. Вот очень хотелось бы, чем я и буду заниматься в этом году, и чтобы на всякий пожарный иметь ещё одну дополнительную специальность. Тимур Грец. Большой вопрос, но смысл сводится к тому, что я живу в провинции и хотел бы когда-нибудь переехать в Минск, а человек говорит о том, рекомендует мне присмотреться к другим вариантам, ведь жизнь в столицах, типа Питер, Москва примерно одинаково высокая, то есть нужно много зарабатывать, чтобы прожить, там снимать квартиру или покупать её, и проще куда-нибудь свалить за рубеж, мол, типа это хороший вариант. Вообще не нужно сравнивать жизнь в Минске с жизнью в Питере или Москве, это вот просто кардинально две разные страны. У меня в провинции жизнь стоит примерно столько же, сколько и в Минске, ну разве что только по аренде жилья чуть подешевле, но во всём остальном это там одежда, блин, в Минске даже дешевле жить. Вот, а то, про что вы говорите, Москва, Питер и другие страны, ну, российский, русский, русский техноблогинг имеет самую низкую цену за коммерческий просмотр, поэтому выгоднее всего работать в наших странах, где жизнь дешевле, и вообще в идеале снимать на английском для запада и получать самый большой ЦПМ, или как показатель называется, по коммерческим просмотрам. Вот, а уезжать куда-то за рубеж и, ну, по крайней мере у меня на данном этапе развития нашего проекта не такой высокий доход, чтобы куда-то уезжать и думать вообще об этом. Влад Маевский, как ты справляешься с информационным потоком? Иногда мне кажется, что если я не посмотрю какое-нибудь новое видео, не прочитаю статью, проскроллю ленты соцсетей, то упущу что-то важное, хотя на самом деле мог бы спокойно обойтись и без этой информации и заняться более полезными делами. Поделитесь, пожалуйста, своими советами, как фильтровать весь этот постоянный поток информации. Я раньше тоже очень сильно запарился, как и вы, регулярно листал ленту, всякие сайты, затем обзавелся РСС-агрегатором, по-моему, Фидли сейчас бесплатно использую, ну, там, с минимальной рекламой, но зато бесплатно. И я туда сгрузил весь этот информационный поток, а сейчас я свел все это дело к тому, что просто там раз в день захожу, чтобы почитать заголовки новостей. Только самые интересные новости я уделяю, ну, я прочитываю, потому что для творчества нужно свободное время. А если вы это время забиваете каким-то потоком, то никакого творчества, собственно, и не будет. В общем, проще всего выделить какие-то там 20 минут в день, что вы успеете посчитать, то успеете, чем каждый раз заходить на какие-то сайты, листать какую-то информацию. В общем, информации много, а времени мало. То есть нужно отбирать только самое лучшее и ценить тех людей, которые ценят ваше время. Но это явно не про рубику техразбор. Здравствуй, Вадим. Хотел бы узнать, чем вы занимаетесь помимо Ютьюба. Это вот прям Ютьюб – это вся моя жизнь. Вот днём и ночью только думаю о том, как выпустить новый ролик, как не взять хреновую рекламу и как быть честным перед своими зрителями. Поэтому это основное мое хобби. Ещё люблю поплавать и побегать. И поездить на велосипеде. Но сейчас зима, поэтому только поплавать. Через 10 минут надо будет, кстати, выдвигаться. Надо будет Гарвин Феникса заплыв с ними устроить. Блин, такие здоровые часы. По крайней мере для моей худой, узкой руки, что как бы они меня на дно не потянули. Будет ли ролик с сотрудником авторизованного сервисного центра, которым ты писал в одном из предыдущих постов? Да, будет. Уже больше. Я отобрал больше 400 с чем-то вопросов. Их все проанализировал. Из них отобрал 50. Посоветовался с сотрудниками сервиса. Из них мы ещё отобрали 25. Короче, в конечном счёде из полутысячи вопросов примерно осталось 25. Самых-самых таких интересных. Не в частном, а в общем плане. Потому что всё индивидуально. И если у вас есть какая-то проблема, то не факт, что вам будет у других. То есть, мы отобрали самые интересные вопросы. И да, недели через две, я думаю, этот видеоролик появится на канале. Я сам очень сильно этого жду. Во-первых. А во-вторых, это ещё одно видео за гранью моей зоны комфорта, из которой нужно периодически выходить. Дмитрий Сопронов. Давненько не было обзоров про игры. Если можно, сделай про экономические симуляторы. Спасибо. По поводу игр. Подборок игр для мобильных платформ. Их становится всё меньше просто потому, что люди очень мало смотрят такие подборки. Нерентабельное видео. Я не могу постоянно поддерживать эту рубрику. Потому что она... Постоянно нужно мониторить огромное количество игр. Я думаю, они ещё будут выходить. Но опять же, всё зависит в основном от вас. То есть, если вы смотрите, там, шарите видео, ставите лайки. Ну, в общем, вся эта пухта. То есть, в общем, интересуйтесь. Всякими знаками даёте мне понять, что вам это интересно. Да, ролики будут выходить. То есть, сейчас тенденция такова, что люди зависают в одних и тех же мультиплеерных играх. Я сам, кроме PUBG и Call of Duty Mobile, чтобы её... Надо опять удалять, потому что зависаю немного. Особо-то и не играю. Остальное время свободно. Если есть оно, там, 3-4 часа в неделю, я на плойке прохожу какие-то крутые тайтлы минувших лет. На этом всё. Вопросы закончились. Буду надеяться, что вы покушали и сделали все свои фоновые дела в то время, пока я бормочу на камеру. Да, этот видеоролик менее информативен, но более душевен, чем другие видео на канале. Так что, надеюсь, что вы хоть что-то полезное для себя зафиксировали, отобрали. На какие-то волнующие вопросы из нашего комьюнити я ответил. Увидимся в следующий раз. Пишите свои вопросы под закреплённый пост к этому видео. Будем на них отвечать и держать тесную связь между вами и нами. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!